Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и разработчики порадовали рулеткой на Шерла Мэйн. Интересная машина восьмого уровня, хотя далеко не идеальна. В отношении самого танка обязательно его выкатим из ангара, даже если он мне сейчас не выпадет. У меня нет на основном аккаунте данной машины, ровно как и на моих твинковых аккаунтах, но есть пресс-аккаунт, на котором я вполне спокойно могу взять его в бой и показать его таким, какой он есть на самом деле. Какой же он на самом деле? В отношении внешности здесь нечего особо говорить. Машина очень простенько смотрится и практически любой камок какой-то на ней не напяль. Машина от этого великолепно смотреться не будет. Ну это горькое, но все-таки правда. Но это исключительно в отношении внешнего вида. Разработчики положили сюда легендарный внешний вид на данную машину и в этом внешнем виде тачка преображается и смотрится действительно очень круто. Да и по большому счету я всегда считал, что было бы неплохо, чтобы его кинули как раз в когорту дефендеров. Ну уж очень он по стилю туда подходит. Разработчики также положили сюда контейнеры, хотя их не так уж и много. В моем конкретном случае контейнеры мистические меня мало интересуют, потому что все равно мне не хватит для того, чтобы открыть контейнер второго уровня. Я имею ввиду тех талисманов, которые есть. Пособери их все. Да, могу удешевить себе рулетку на 1000 голды, если заберу 6 контейнеров. Собери их все и один талисман у меня в загашнике валяется. Соответственно смогу себе что-то позволить прикупить. По стоимости рулетки случайно вышел. Здесь у нас, ребят, все как обычно прозаично. 18 прокрутов обойдутся вам в 17537 голды. Понятное дело, что это очень дорого для Шерломейн, даже если вы заберете всю остальную лабуду и с контейнером ничего не получите. На последние два прокрутов приходятся главные награды по рулетке. Ну а значит 16 прокрутов обойдутся вам в 12787. И в таком случае машина будет для вас дороже, но не настолько, насколько могла бы быть. В отношении шансов выпадения. 0,15% на самого Шерломейн с компенсацией в 3750, если эта машина в вашем ангаре есть. Ну и, соответственно, в отношении Камо здесь 1,67. Чуть меньше процент по выпадению, на удивление, на Теслаган. Не знаю почему. Возможно, разработчики каким образом пытаются заинтриговать. Но по факту все равно я обратил внимание, что в рулетках все-таки легендарный внешний вид. И машина, как правило, выпадает на последние два прокрута. По крайней мере у меня. Я не собираюсь крутить полностью всю рулетку. Просто несколько прокрутов сделаю. Глядишь, может заберу. Ну а если не получится забрать, значит так тому и быть. Останусь без Шерломейн. Но, как я уже сказал, танк все равно вам покажу в реальном рандомном бою. Для того, чтобы вы знали, на что он способен. Ну и принимали решение, стоит ли вам крутить данную рулетку. За 50 голды забираю иксы. За 75 золота. Ну удиви меня. Удиви меня рулетка. Дай что-нибудь годное. Собери их все. Один контейнер. Ну здесь уже интересно, конечно. Хотя не настолько, как могло бы быть. Лучше бы выпало сразу несколько контов. Ну ничего интересного. Получаю талисман. Коих мне надо еще 5 штук. Ну я не думаю, что доберусь все-таки до 1000 голды. В виде возврата назад в копилку. За 100 голды. Чем мы получаем. Серебро. Неудивительно. Самый большой процент по выпадению как раз на серебро. Которое 3 раза положили. И на свободный опыт. Которого положили 2 раза. По 2000. Не считаю, что 1 и 2 награда действительно стоит того, чтобы золото на них сливать. По обвесам они меня не сильно интересуют. Ну и получаю еще раз иксы, которые тоже не сильно мне нужны. Так как на данный момент ветки не прокачиваю. Ну и серебра у меня в принципе тоже достаточное количество уже нафармлено на премиумных машинах. Ну давай. Давай что-нибудь. 50 тысяч серебро. Ну явно. Явно. Глупая покупка. Вообще ни о чем. Потом это серебро можно заработать в одном бою на любой фармящей машине 8 левела. Свободный опыт 2000. Тоже. Тоже в никуда как говорится. Короче говоря ниже 156 тысяч наверное опускаться не буду. Не вижу в этом никакого смысла. И считаю, что в рулетках необходимо вовремя остановиться. Поставить себе конкретный предел до которого ты готов крутить рулетку. И когда ты этого предела достиг, вне зависимости от того, получил ты, не получил то, что ты хотел, все равно останавливаться и выходить. Крутить рулетки до конца необходимо тогда, когда главная награда вас действительно интересует и вы готовы отдать за нее полную стоимость. Ну вот скажите мне, купили бы вы за эту сумму золота 50 тысяч серебра? Или все-таки воздержались бы и не тратили это золото? Вообще, ребят, пишите в комментариях свое мнение по поводу рулеток, по поводу вероятности выпадения и по поводу себестоимости того, что вы получаете. Действительно оно перекрывается или нет? Потому что мне порой самому, честно говоря, сложновато определиться в этом вопросе. Еще один талисман и больше ничего годного. Опять то же самое по большому счету. Третий контейнер. Ну вот так вот. Короче, сыпет одно и то же, только по-разному размещаются эмблемки и не более того, больше никакой разницы нет. 750 голды. Что я сейчас за 750 голды, скорее всего, получу? Это будет либо свободный опыт в количестве 2000, это будет просто марно-тратничество золота. В лучшем случае мне выпадут собери их все, но, скорее всего, один контейнер, а не три. Ну и, соответственно, 1000 я не верну. Ну а самое прикольное будет, если получу себе обвес D2 и на этом, в принципе, успокоюсь. Говорил, что ниже не пойду, но сделаю этот один прокрут чисто для того, чтобы попытать удачу. Глядишь, может, все-таки три собери их все выпадет. Но это нереально. Будет свободка или D2. Ну вот вам, пожалуйста, D2. 750 золота за D2 в жизни бы не отдал, абсолютно не надо. Ну и вот такая вот рулетка получилась для меня на моем основном аккаунте. Ну и где вот эти вот все ребята, которые писали мне в комментариях по поводу того, что у меня очень круто VG подкрутил мои аккаунты, именно поэтому с рулетки предыдущей на контейнеры на моем твинке мне очень круто посыпало. Как видите, на основе не сыпет абсолютно. Как говорится, чего ни в коем случае вам не желаю. Ну что, переходим на пресс-аккаунт, берем Шерломейн и выезжаем для того, чтобы посмотреть, на что он способен. Перед тем, как ринемся в бой, давайте быстренько обсудим технические характеристики, по крайней мере по орудию, все остальное заценивать будем в бою. В отношении двигателя, кратко скажу, скорость 35 вперед, довольно-таки унылая скорость передвижения для тяжелого танка. Ну и в отношении откатиться назад 13 километров еще хоть как-то. Терпимо, но далеко не имбово. По орудию, с учетом того, что здесь слабое пробитие, я ставил себе калиброванные снаряды. Да, у меня при этом составляет время перезарядки 12.57, то есть, грубо говоря, 12.5 секунд, но большая вероятность и возможность пробить хорошо бронированные тяжелые танки. С учетом того, что в оборудовании у меня в двух слотах установлено на улучшение показателя по времени сведения, она все равно остается далеко не самым играбельным. 4 секунды. И по разбросу 0.330, что вполне себе нормально. Но вот только дождаться этого разброса приходится сложновато. В отношении ДПМа. ДПМ 1862 единицы. Это далеко не самый классный ДПМ, да еще и сложно реализую. Средний урон составляет 390 единиц. Я бы не сказал, что при таком времени перезарядки я этот урон разовый считаю нормальным и приемлемым. Здесь было бы нормально хотя бы 420 при таком времени перезарядки с улучшенным пробитием. По углу склонения орудия вниз минус 8. Играется комфортно и удобно. От башни можно тоже попытаться поиграть. Здесь есть с чем танковать, потому что очень хорошая приведенка в отношении башни. По корпусу машина пробивается, это факт. Ну а насколько это все страшно или насколько это приемлемо, сейчас заценим в бою. Ну что, поехали. Поедем с тяжелыми танками на направление тяжей, ближе к точке D. Там попытаюсь от всякого рода неровностей поиграть от башни, пряча свой корпус. По играбельности машины не сказал бы, что она прям приближена к идеалу и явно не может претендовать на звание одной из лучших тачек 8 уровня. Ну просто потому что, по крайней мере для меня, мне лично не хватает очень времени перезарядки. Ты реально стреляешь очень редко, а наносишь не так уж и много, для того чтобы понимать за что ты платишь таким существенным временем по КД. Давайте, давайте появляйтесь, сам себе светить не буду, подожду пока подъедут поближе, либо кто-то подсветит. По углу склонения орудия, все комфортно, все приятно, прилетает в меня тычка. Интересно, куда пробили, не нахожу пока. А, вот, в корпусе, чуть ниже башни сразу, над бусельками. Так, попытаюсь уйти как-то немножко с зоны прострела. И мильчик уходит. Супер, просто супер. Вот в тот момент, когда я наконец-то, блин, смог найти, как в него попасть, прилетел тигр второй и сожрал мой выстрел. Ладно, поедем на сушку охотиться. Где ты? Едь сюда. Мне нужен хоть какой-нибудь урон, так чтобы не стыдно было потом из боя выходить. При этом всем у нас захвачено три точки врагами, только одна наша. Ну вот, 390, да, средний урон, который должен быть, в целом только что мы и получили в виде выстрела. И теперь ждем времени перезарядочки. Танкуем, не танкуем, верхний бронелист принимает и впитывает очень четко. А я до сих пор продолжаю перезаряжаться. Едь сюда. Разменялись, с меня сожжали хп, при этом всем максимум того, что я смог сделать, это минусуть ствол. Но я не думаю, что это прям существенно что-то зарешает. Кританули, адреналин. Свиндлер продолжает меня жестко разбирать. Ну а сзади ко мне приезжает рушка, которая меня отправляет отдыхать. Вот такой вот он Шерломейн. Не собираюсь ничего вырезать, не собираюсь ничего выбрасывать. Вы должны видеть танки такими, какие они есть на самом деле, для того, чтобы вы принимали взвешенное решение, в данном случае стоит ли вам крутить рулетку или все-таки воздержаться. Если вы еще не крутили рулетку на контейнеры, то наверное данную рулетку имеет смысл крутануть буквально пару раз, пока это не сильно дорого. Если ничего годного вы не получили, то на этом успокоиться и больше свою голду дальше не тратить. Не буду дожидаться окончания боя в отношении того, чтобы посмотреть на результаты по настрелу, ну просто потому что там особо хвастаться нечем. Я думаю, что в лучшем случае до 2000 получится, а то и того меньше. И в целом Шерломейн играется так практически в каждом бою. Это далеко не имба, далеко не самый крутой танчик, ну и танк, на котором я лично не получаю какого-то особого удовольствия от игры. Единственное, чему я периодически радуюсь, играю на нем, это тому, что я смог победить и сделать какие-то нормальные результаты. Но это максимум, и то меня это радует, потому что для Шерломейн, по крайней мере в моем случае, это действительно редкое событие в его жизни. Я имею в виду в отношении результатов по бою. Ладненько, выходим, здесь особо досматривать нечего, если наши ребята справятся, будут победа, но не благодаря нам. Ну а если не справятся, то поражение. И не исключаю, что как раз в этом случае, возможно, благодаря тому, что мы присутствовали в бою, но, к сожалению, ничего нормально сделать не получилось. Да и сам танк, честно говоря, не сильно этому способствует. Никаких уникальных технических характеристик или игровых каких-то возможностей машина, ну, в принципе, не имеет. Победа. Ребята вытащили, ребята молодцы, как я уже сказал, не благодаря нам. В отношении голдовых снарядов здесь идут осколочно-фугасные с повышенным пробитием, то есть так называемые хэш-фугасы. Но, честно говоря, на Шерломейн применять данные осколочно-фугасные не так уж и просто. Да и дополнительный урон, который вы набрасываете, не настолько круче, чтобы о нем можно было говорить как о чем-то божественном. По крайней мере, лично для меня. Крутить рулетку или нет, ребята, определяйтесь самостоятельно. Я лишь показываю вам технику такой, какой она будет в ваших руках, если вы среднестатистический игрок. Пошел снимать следующее видео специально для вас, а вам, друзья мои, мира и обязательно спокойствия. Всем пока-пока.